Всем привет, с вами Юра Кураж и мы продолжаем проходить Аверном. Как вы помните, в прошлый раз мы осмотрелись в форте Дувна, ну и сделали квест на убийство размойников. А в этот раз мы планировали отправиться разбираться с Нефилимами, но... Я сейчас сказал, черт возьми. Раз запланировали поход к Нефилимам, то точно пойдем к бандитам. И что-то так получается, что действительно лучше сходить к бандитам. Вы поднимаетесь на высокую, отвесную верхушку скалы, возвышающуюся над этой громадной пещерой. С другой стороны к ней подходит старая дорога из толстых булыжников. На вершине горы вы видите разрушающуюся крепость. У нее наблюдательный вид за всей пещерой на западе. Порт лежит в руинах, хотя вы видите дым от огней внутри. Он идет вверх в неподвижном воздухе и оставляет полупрозрачный серый туман вокруг крепости. И что меня поражает в этой игре, здесь есть загрузки локаций. То есть они загружаются не мгновенно. Вы входите в эту заброшенную крепость. Она была небольшой заставой, размещенной здесь, чтобы внимательно наблюдать за обширными пространствами пещеры на западе. Теперь она находится в руинах, оставленных Авернитами. Когда вы озираетесь, явно. Ясно, что кто-то с тех пор здесь побывал. Здесь живут люди, хотя вы сомневаетесь, что они законные владельцы. Здания на западе были наскоро отремонтированы. Из них доносятся звуки пьянки и дебоша. Учитывая, какое количество бандитов ошивается в этой местности, вы подозреваете, что пьяные и грубые жители этого места могут быть враждебны. Ну, естественно, Богу. Так. О! Да, смотрите-ка мы с помощью клавиши S можем переключаться. Вот, мне очень не нравится, когда переводят еще и ходки. Это штрындец. Ну, то есть это очень странно и непривычно. Ух! Ну, и мы встречаем небольшое количество скелетов. Хм. Но, к счастью, они оказываются не такими уж и крепкими. О! Эх! И больше всего меня почему-то пугает слизь. Наверное, привычка, что во многих играх эти самые слизняки очень легко ломали снаряжение. Непонятно вообще в игре, может оно сломаться. Нет, но... В общем-то, рисковать не хочется. Экс. Ммм. Ладно, подлечимся после боя. Я думаю, вряд ли этот скелет сейчас нашего персонажа прям добьет. Ммм. Критический удар. Окей. О! И при выбирании заклинаний клерика, кстати, автоматом выбирается майкрофт. Довольно-таки удобно. Так. Ммм. Травы. О, зелье нальи. Это хорошо. И еще сколько-то серебряных монет. Так. А здесь что у нас? О, красивый кристалл. Прикольно. Так. И может что-нибудь... Ммм. Свиток. Угу. Интересно, а свиток можно как-нибудь изучить? Кажется, нет. Ммм. Дверь, кстати, крепко закрыта. Но, к счастью, мы зашли с другой стороны. Как любой нормальный герой. Ага. Ух, по-моему, бесполезен. Ну, то есть, как минимум, у нас его никто не купит. Казарма. В общем... О! Вы слышите крик тревоги, доносящийся откуда-то из главного входа сторожевой башни. Очень надеетесь, что кровожадные вопли исходят от солдат-авернитов, которые, наконец, пробудились и пришли, чтобы выгнать бандитов. Да, было бы хорошо, если бы жизнь шла именно так. Ага. Но при этом... На нас особо никто не напал. А, вот. Здесь у нас пара головорезов. И разбойник-послушник. Ну, думаю, по порядку с ними разберемся. Воу. Хотя, послушник меня, честно говоря, попугает чуть больше. Эх. Так. Воу-воу-воу. Чё это он там за блессинги кидает? Ха. Как-то странно произошло, и бой закончился. Никто нас атаковать особо не стал. И все решили, что ну и так окей. Мы тоже защиту кинем. Ммм. И раз... Ой, явно собирается затянуться. Призовем какого-нибудь зверяка. Воу. А все, кстати, оказывается серьезнее, чем кажется. Так. О. Послушник все же в итоге вылетает, но я очень рад, что кинул защиту. Сейчас бы все могло быть гораздо хуже. И давайте потихоньку его вырезать, что ли. Вау. Ужасный волк. Нам повезло с призванным монстром. Явно. Потому что это мог бы быть какой-нибудь килл и слезняк с нулем хп. Вот прям дословно практически. Тут бы у нас возникли проблемы. Воу. Он подлечился? Не, он счет кинул на себя. Так. О, готово. Отлично. Так, теперь я думаю мы закончим вот с этим. Готов. Ну и оставшихся двух уже, наверное, без проблем мы положим. Еще один. Они на свет, что ли, лезут? Ага. Так, Майкрафт. Лечится. И... Как зовут тебя? Карделия. Карделия просто стреляет по головорезу. Этот готов. Ну и последнего мы застрелим. Вроде все. Ну, по крайней мере, мы теперь подлечимся после боя. Это всегда хорошая идея. И давайте смотреть... Тут еще кто-то есть. Ха. Как здорово, что наши призванные существа остаются с нами. Да что ж такое-то? Кто теперь? Блин. Вы задолбали. Можете как-то грубкой зайти и все. О, еще один. Давайте выйдем. Вот теперь... Да что ты будешь делать? Ладно. Давайте соберем снарягу. У нас есть рыба. Как эта мантия целебной зелью пригодится. Ножи тоже. Тарелка, ложка, по-моему, не пригодятся. И корзина тоже не пригодится. Пекс. А вот здесь... Вот, уника. Неплохо. Штанцы. Отлично. И лечебное зелье шикарно. О. Блин, стоило открыть новую дверь, как чувак зашел сзади, который, видимо, долго-долго шагал во вход. Окей. С ним все оказалось довольно-таки просто. Блин. А вот этот гаденыш... Ух. Оказывается очень и очень крепким. Внезапно-то. Так, ну, я надеюсь, мы на А как-то чувака зовут. Альдуса. Хе-хе. Альдуса сможем отличить. Во. Фух. Ну вот, так гораздо лучше. Хотя и чувак тоже очень-очень активно уворачивается. А все-таки шанс попадания нам надо как-то поднимать потихоньку. Ну, и маг, который пока что халявит, если честно. Куда пошел? Куда пошел? Так. Ты зайдешь сюда и выстрелишь. Ты, дружбан, зайдешь сюда, тоже стреляй. Ну, и Кордилия заходит. И огненный шарик. Вжж. Ага. Чувак явно пришел в себя. О. О, вот эти, кстати, оказались гораздо проще. Ага. То есть мы, получается, с каким-то главным головорезом разбирались все это время. и как вы видите анимация стрельбы конечно выглядит так себе то есть чувак измечаю выкидывает что-то в нас шикос что здесь есть давайте собирать нашу добычу рубы кинжал кожная бронь к мясо пувшины и кружки о рулетик отлично и здесь здесь выход наружу что что будешь делать мы оказываемся за спиной я прям подумал ну типа как в играх где надо незаметно ходить и убивать врагов там всякие хитманы ассасин скриды и зонард может быть и очередной туса давайте забегать и к лучник забежит м о плотный мы клирик я думаю сделает блин сделай он еще один шаг мы магом сможем призвать самом на давайте сделаем от шаг и кинем защиту а вот маг выйдет вот сюда и призовет какого-нибудь зверька что это пещерная слизь ну вот к слову о ага и воин теперь у нас ни до кого не может дойти кроме вот этого чувака ну ладно так наш лучник давайте сначала слабых разберем я вот что подумал корделия отойдет назад как раз таки этим самым мы дадим возможность нашему альдусу пройти ладно кажется мы чувака травили только что это что-то новое все остался финальный плотный гаденыш который при этом отравлен при сражается с нашей слизьку слизькой но оп и мистик переджин причем обычно как обычно вот да я ждал вот этого молодой маг выходит из своей комнаты чтобы дать вам бой и начинает бормотать защитное заклинание один беглый взгляд говорит вам что он всего лишь неопытный ученик однако среди простых бандитов это скромная сила сделала его лидером когда он рассмотрел вас его губы скривились высокомерной усмешки еще один день еще одна группа бродя кавернитов еще немного ценности для наших карманов я мистик переджин и вы подписали себе смертный приговор мистик парень да ты даже не волшебник переджин достаточно умен чтобы работать с магией но слишком глуп чтобы осознать пределы своих возможностей которых он почти достиг вы подвергаете сомнению мои навыки за это вы сгинете в огне я слышал напавшего на меня бандита звали лагран вы когда-нибудь видели его так уважительно переводим тему или же он удивлен да лагран приходил сюда хотел присоединиться к нам я ему отказал в его глазах я видел лишь амбиции больше ничего он пошел на юг вероятно он уже мертв не нужно больше проливать кровь или же он рассмеялся не теряя бдительность он говорит продолжай говорить было бы интересно услышать что-то такое чего мои жертвы еще не произносили продолжай черт нет я передумал я вас убью нападаем или же надевлен неужели вы не будете умолять и предлагать сделку это что-то новенькое а я мог бы а когда он понимает что вы и правда нападаете он искренне удивляется и сюда кончится ну товарищ мистик тебе хана скажем просто так пожалуй мы все-таки на всякий случай защиты используем ох а и я думаю поскольку немного хп покров поклятий тоже нам пригодится периодически мы по нему падаем и проклятие наложить при этом на гаденыша очень даже может хорошо зайти хотя вот он мистик практически и сдох он даже пытается а здесь внутри еще гигантский ящер который он судя по всему призвался на помощь но тут банально не смог из-за его спины выйти вот он и мистик все с собой закончен ну и у нас повышение уровней давайте смотреть альдос альдос повысит силу и пожалуй не очень хочу поднять вот это у нас будет больше урона ну правда о но правда шанс попадания мы так не поднимем конечно но по моему за силу до силы увеличивают шанс попадания в ближнем бою соответственно мариан повышает ловкость повышает использование инструментов и наверное и наверно возьмет скилл скорострел майкрафт оснаря у него будет интеллект и ритуалы плюс тайные знания и корделия а опять же интеллект заклинание это же тайные знания отлично ну и давайте смотреть что же нам за все это перепало грубый кинжал окей вот поиск ученика броня плюс два процента и плюс один край к владению магии и золотое жерелье которые чего-то стоит а как правило владение магии мне нравится качать магом золотые монеты серебряные монеты всякие о плащи кстати плащи у нас у многих еще нет и лечебные деревья на полках несколько папирусных свитков они покрыты странными замысловатыми письменами давайте попробуем расшифровать здесь вы можете улучшить свои знания заклинания вызов зверя вы сосредотачиваетесь и старайтесь его запомнить вам удается лучше овладеть этим заклинанием интересно что значит лучше то есть у нас теперь звери этот будет сильнее гораздо или как просто вот этот момент меня немножко в ступор водит давайте забежим внутрь и так ходи это какие-то неправильные головорезы потому что они очень легко умирают этого причем чуваки не прибежали на звуки боя из соседней двери ну вот по моему да кнут можно выбросить он никакой практической ценности в игре не имеет у эх таких вещей очень много и я заранее подготовил просто список и сверяюсь с ним вы замечаете уголком глаза что кирпич торчит из стены в северо-западном углу комнаты очень подозрительно почти заставляет вас хотеть вытянуть его и посмотреть что произойдет но мы это сейчас сделаем надо сначала крыс убить ну куда ты крысюк ну а тут их просто много ура крыса готова свеча фонарь а источники света вот этот мы возьмем боченька а здесь у нас всякие ништяки совок я не помню нужен ли совок или нет но он ничего не весит а вот он и мы открыли секретный проход череп череп тоже не нужен просто иначе в какой-то момент все очень сильно захламляется издалека кажется что эта куча мусора содержит что-то полезное но при ближайшем рассмотрении она оказывается лишь кучей бесполезного хлама шикос слиток железа нам точно пригодится и защитное зелье тоже можно это ему использование найти а вот эти вот вещи трубка 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 тоже не нужно тоже черт бы с ней а здесь дверь закрыта то есть очень славно что мы зашли с другой стороны потому как мы смогли вот эту комнатку облутать это тяжелая дверь заблокирована бревнами и кучами щебня видны следы безуспешных попыток людей разобрать этот завал им это не удалось окей что-нибудь здесь нас интересное ждет здесь ничего интересного нет соответственно осталась последняя комнатка ага а здесь лестница наверх давайте посмотрим что здесь здесь рыба рыбу мастерим так и здесь у нас еще один этаж блин а есть какая-нибудь кнопка чтобы подсветить вещи на исходу мы встречаем пару гоблинов я думаю с ними у нас проблем не будет действительно о и тем временем у нас глиняный кирпич по моему ничего не стоит и никому не нужен жаль мы его с собой таскали то же самое кстати и с веревкой глиняный кирпич каменные блоки тоже остальное вроде пригодится продолжаем опять мы встречаем какое-то количество гоблин у этого судя по ощущениям на голове разбитая бутылка а нет это за ним стояла бутылка я подумал еще какой странный гоблин носят бутылку на голове так и гоблины оказываются вполне себе гоблинами они злые агрессивные и кидает в нас всякое г x а я так подозреваю что здесь больше ничего нет и в принципе эта комната это наша финальная награда за донжон вы открываете ящик и видите груду порванных свитков некоторые из папируса а часть из прекрасного пергамента принесенного с поверхности все они измяты и использовались не по назначению и отвратительно испачканы гоблинами да уж так грубое копье эль пригодится нам треснутый кристалл поясочек кстати по моему а нет есть поясочек значит тебе друг поясочек а кинжал дротики ты собираешь и вроде все все остальное довольно таки бесполезно так ну ощущение что здесь где-то должна о еще есть хорошая мантия давайте возьмем в конце концов всегда можно загнать так а вроде ничего не упустили да есть ощущение что мы все что могли подобрали и вынесли отсюда таким образом этот форт от бандитов был зачищен а здесь кстати что то какой то костерок а нам к нему не дают пробраться о во вы находите заброшенный лагерь рядом с костричем лежит полуразложившееся человеческое тело он или она умерли насильственной смертью вероятно это сделал кто-то с большими зубами и когтями запятанный и слегка ржавый меч лежит на земле рядом с телом возьмем его чего а может кстати он даже получше чем то что у нас 1664 во отличненько же окей и теперь мы можем вот эти ребята это армия или какие-то бандиты тут письмо армия а здесь в лагере были гоблины да наверно мы можем с чистой совестью вернуться в город а что ты будешь делать почему они вечно двери закрывают капитан джонсон продолжает хотите еще поговорить боюсь сейчас нужно действовать а не разговаривать вы обращаете внимание на большое количество вмятин и зазубри на лизу его алибарды интересно сколько из них оставили черепа разбойников мы справились убили командира разбойников и это было непросто вы сообщаете капитану джонсона о победе над магически одаренным бандитом который командовал крепостью неплохо говорит он эта задача месяцами не поддавалась нашим лучшим воинам интересно какие у него лучшие воины если вот мы только с поверхности пришли такие вообще зеленые и все равно мы смогли джонсон достает шлем и маленький мешочек отдает их вам мешочек заполнен полудрагоценными камнями превосходные товары для обмена снова благодарю вам за помощь окей ну вот ну вот ну вот 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 ну вот покупали бы они это твердок ткани не помню может быть и нужен он нам будет когда-нибудь поэтому пока не будем торопиться здесь по продаем грубый кинжал мантию здесь все оставляем и тут тоже грубое копье грубый кинжал золотое отжерелье цена 400 он хочет за вы за 80 не так даже дело не пойдет окей и в городе есть еще один персонаж с которым мы совершенно не говорили это гай вы видите невысокого взволнованного мужчину в длинной мантии она вся в пыли и грязных пятнах следах долгого путешествия на шее у мужчины висит священный символ он приглашает вас присесть к нему я гай проповедник святого случая подходите присоединяйтесь ко мне я путешествую а сейчас отдыхаю не против компании чем вы занимаетесь я несу слово пастве когда-то я проповедовал формела но теперь иду в более безопасное место что заставило вас покинуть формела я был там помощником священника но набегов стало слишком много не работал на мать кладетту хорошую добрую женщину кроме того марка не прислушивается если будете там скажите что знаете меня она поможет ну а я ухожу что вы можете рассказать оформила это город на севере у них были проблемы хотя не такие серьезные как здесь самое худшее событие шпионы нефилимов украли ожерелье мэра он смеется знаю звучит банально но в нем скрыта мощная магия тем не менее нападения участились я рад что ушел куда путь держите великую пещеру где гораздо спокойнее он немного волнуется ну я так слышал великая пещера что это так вы совсем ничего не знаете об авернуме это далеко на юго-западе крупнейшая пещера в авернуме там несколько городов и крепостей а еще замок столица верного вам стоит ее увидеть если выпадет такой шанс еще вопрос несмотря на свое намерение уйти на юг я все еще здесь все еще выпивает видимо в данный момент вера его покинула расскажите мне о вашем священном символе он поднимает его вверх и вы видите что это маленький игральный кубик отлитый из серебра и один из проповедников святого случая и тем не менее я не миссионер о неплохо то есть это тип чувак верит в то что иногда везет я так плавя что вы можете рассказать о своей вере ничего и что угодно все на свете переменчивы и только тот кто борется и рискует может преуспеть он смутился как я уже сказал я не миссионер если вы захотите узнать больше о нашем пути посетите один из наших храмов например формела можете научить меня какому-нибудь святому ритуалу для этого отправляйтесь на север формела если вы хотите расширить свои магические знания это можно сделать там это все спасибо окно и давайте еще выбросим всякий хлам который нам точно не пригодится типа ложку нафиг ступку нафиг первое чернила тоже помню пригодятся так сломанный меч если что найдем его здесь а вот а то никто куда они тунику манте манте помни продавалась штанцы танцы молодцы кстати штанцы у нас вроде как даже не у всех есть да вот смотрите-ка так шлем но увы ах минус пять процентов шанса попасть но зато в целом броню он дает так немножко все это упорядочим ну и что ж да я думаю в этот момент мы с вами опять же скажем спасибо большое андре фиолетово за то что продолжает поддерживать наш канал и я думаю в следующем эпизоде уже точно мы пойдем в крепость нефилиму деваться нам некуда вот она этом этот эпизод наш подошел к концу мы наваляли бандитом молодцы молодцы вроде когда смотрели этот город а вот здесь есть какое-то место но по-моему это кусок таверны да здесь ничего интересного нам не видать все на этом этот эпизод закончен спасибо всем и до встречи в следующем эпизоде пока пока